Чтобы что-то изменить в системе образования, я бы в первую очередь, как наша бывшая Шопатова директора сказала, что нам не надо ни спонсорских, нам не надо благотворительных. То, что нам государство выделяет, это вполне хватает этих денег, но просто, чтобы нам не мешали сверху, чтобы не просили, не зажимали, не дают просто раскрутиться. И я бы в департаменте образования им говорила, что почаще делайте проверку в бухгалтере директоров. Это что это такое? Четыре директора и ни одной не было у нас проверки. Они даже прием-передачи не делают. Пять завхозов поменялось, ни одного приема-передачи. Это, знаете, как частная лавочка. Пришел, уволился, ушел. А куда девается солярка? Почему зимой дети мерзнут? Почему дети без мяса сидят? Почему до сих пор ламп нету? У нас в калитуре темно, потому что ламп нету. Денег нету. Говорят, куда это все? Без замков, туалеты не работают. Где деньги? Поэтому я бы хотела, чтобы почаще проверку делали. Наверное, только пока в данный момент вот это единственное самое. Потому что в последнее время вот это наблюдают, и мне кажется, что конец света приходит. Если уж сирот обижают, тогда уж, я не знаю, ничего святого, наверное, нет у людей. Это свои люди, и, видимо, они какую-то дань, наверное, отдают, я так думаю. Потому что, насколько я знаю, Шупатову поставили, когда эта женщина, знаете, вот... Она принципиальна. Она принципиальна, и чувствуется, что она завхоз. Она все для детей. И у нее с коллективом были такие планы, на самом деле. Мне ее очень жаль, что вот государство, не то что государство, а администрация, в департамент образования, не пошло навстречу как-то, и не смогла уберечь. А как сохранить в школе таких принципиальных директоров? Ну, не знаю. Наверное, все-таки должен быть кто-то в министерстве свой человек, который был такой же, как вот... Я даже один раз писала письмо президенту. Поставьте, пожалуйста, директором нашего детского дома кого-нибудь из ваших людей, которые в детском доме росли. Вот есть же мне... Может, кто-то сидит в аппарате такой из детдом? Может, поставят они? Может, им лучше понятится? Я не знаю, но сейчас этот директор... Я знаю, что она тоже нечистоплотна на руки. Если ее снимут, опять такого же поставят. Уже боишься шило на мыло менять. Редактор субтитров А.Семкин